Элементарная арифметическая операция умножения человечества открыл еще в древние времена. На территории древнего Вавилона обнаружена первая таблица, ей почти 4000 лет. В средние века детей заставляли заучивать умножение вплоть до 90 на 90. Сейчас достаточно 9 на 9. Но это довольно сложно. Как помочь ребенку справиться с таким непростым заданием? Трижды 5, 15, трижды 6. Альмере 8 лет. Она ученица второго класса. А значит, по программе настало время познакомиться с умножением. Признается, вид у таблицы прямо-таки устрашающий. Примеров много, а запоминаться они никак не хотят. Я просто не представляю, как же ее можно выучить. Вот бы какой-нибудь секретик, чтобы побыстрее выучить. Обычно учить таблицу школьники принимаются по тетради. Ее печатают на обратной стороне еще со времен Советского Союза. Иногда в виде примеров, иногда таблица Пифагора. Второй вариант куда нагляднее отмечают специалисты, а значит, для заучивания использовать лучше его. Трижды 6, 18. Мы можем взять три цветочка. И у нас уже это троечка. Вот в слове круза, да, вот троечка. Вот спряталось. Три. Умножить на шесть. Кота возьмем шестерка. Вот он такой вот, да, наверху. Немного. Внизу пузик, ножки. Вот шестерка. Трижды 6, 18. Вот единица у нас спряталась. Нейропсихологи объясняют, дети с развитым левым полушарием мозга, то есть с техническим складом ума, сами не замечают, как быстро и без проблем запомнили всю таблицу. А вот правополушарным нужны время и помощь. Для них придумали метод образной визуализации. Например, любимая книга с картинками, в которых спрятались действия. Этот же способ помогает сразу понять деление. Прячем под ладошкой одного героя и вспоминаем, кого не хватает. Закрываем кота. Шестерку закрываем. Да, мы ребенка спрашиваем. 18 разделить на 3. Кто спрятался? По словам педагогов, метод оживления математики подходит для детей любого возраста. Мы запоминали 70 знаков после запятой у числа Пи. Сколько минут? 25, наверное. И причем на следующий день, через неделю, все знаки были восстановлены. Вообще, процесс запоминания у нас связан с эмоциями. То есть, если эмоции положительные при запоминании, то молекула памяти активизируется и запускает процесс запоминания уже в долговременную память. 5ю 5, 25 активизирует долговременную память и рифма. Поэтому педагоги также рекомендуют петь или играючи скандировать, как на марше выученные столбцы. На полках книжных магазинов сегодня много игр и красочных плакатов, созданных для запоминания таблицы. А еще существует лайфхак для примеров на 9, известный еще нашим дедам. Все, что нужно, пальцы рук. Сгибаем тот, на который умножаем девятку и получаем ответ. Слева будут десятки, справа – единицы. Проверяем с Альмирой. 9 умножить на сколько? На 5. 5. Пятый палец прячем. Итого ответ какой будет? 45. Молодец. Проверяем. 9 умножить на 5 – 45. Однако не все учителя математики сегодня требуют заучивания таблицы умножения, особенно среди молодого поколения педагогов. Постоянное возобновение никому не идет на пользу, оно лишь вызывает отторжение с кайф математики. Необходимость в умножении просто основана на том, что хочется побыстрее складывать числа. То есть умножение – это просто несколько раз сложение. Если просто решать какие-то задачи, где необходимо несколько раз одно число складывать другим, по сути умножать, то по прошедству некоторого количества задач все равно любой человек запомнит, чему равны вот эти самые простые примеры. Дайте своему ребенку время и чаще играйте с ним математику. И тогда он не только выучит таблицу умножения, но, возможно, полюбит и саму царицу наук. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.